Доброго времени суток! Продолжаем изучать Еву, будучи совершенно полными новичками. На самом деле разработчики понимают, что игра очень сложная и очень непонятна для освоения, и тем более для ознакомления новичкам. Многих просто пугает обилие непонятной информации, куча схем и панелей. Поэтому разработчики стараются дать больше информации на этапе обучения. Существует чат «Помощь новичкам». Да, Ева Онлайн – это та игра, где надо уметь пользоваться поиском. Поиском в гугле, на ютубе и спрашивать. Но ближе к сути. Вы новичок. Зарегистрировались по рефералке и дальше вошли в игру. Требуется создать персонажа, выбрать фракцию и внешний вид. И на тему выбора фракции я находила кучу гайдов, порой даже с длительным разбором, почему надо выбирать эту фракцию или другую. Порой рассказчик уходит в длительные рассуждения на тему оружия, какое оно бывает, корабли. И я представляю, что на этом моменте новичок уже закрывает гайд и понимает, что капец, он ничего не понял. Знаете, какой ответ на вопрос, какую фракцию выбрать? Он очень простой, без разницы. Все равно. На этом можно закрыть данный гайд и пойти делать милую тяночку или лысого брутала гопника. Да, при создании персонажа нам надо выбрать одну из четырех фракций. О каждой фракции достаточно подробно рассказано. Их история, показаны корабли и тип вооружения, с кем дружат, с кем воюют. Это интересно, если хотите отыграть выбранную фракцию и найти фракцию, схожую с вашей жизненной позиции. А может вам просто понравятся какие-то корабли. Как, например, у Амара в корабле все в золоте и понтах, и кажется, что даже унитазы там стоят золотые. У Минматар такие допотопные ящики и кубы, и кажется, что вот-вот корабли развалятся. Выбирайте то, что вам нравится. А вот дальше я хочу объяснить уже для тех, кому недостаточно поверить в сказанное ранее. Огромное число скиллов для всех фракций одинаковые. Это так называемые навыки, повышающие эффективность установленного оборудования на корабли. Отличие есть в том, что одни корабли используют лазеры, другие ракеты. И соответственно, пока используете корабли одной какой-то фракции, то и улучшаете навыки этого типа оружия. Также корабли разных фракций могут впитывать урон, так называемо танковать разными способами. Одни танкуют щитами, другие броней. Соответственно, и прокачивают нужные для этого навыки. Если смотреть совсем грубо, берем на схеме кораблей самые огромные корабли с высокими требованиями. Чтобы сесть в Амарский Титан Аватар, мне надо выучить скиллов на 437 дней. А для Минматарского Рагнарока надо выучить скиллов на 438 дней. Соответственно, эта цифра очень грубая, чисто для того, чтобы сесть в корабль. Но там надо еще учить скиллы для оборудования и в принципе улучшение характеристик корабля. Рассматриваем скиллы на Титан. И видим, что там надо учить фракционные крейсера, линкоры и эсминцы. И эти скиллы надо будет переучивать. Поиграв уже какое-то время, получив опыт игры, выстроив свои экономики, вы будете использовать корабли разных фракций. Например, для перевозок у галентов 5 вариантов грузовых кораблей, а у остальных фракций по 2 вида. Короче, совершенно не надо упираться в то, что играть вы будете кораблями только одной фракции. По самой игре со временем и с опытом будете искать и выбирать свои удобные корабли, настроенные под ваши цели. Именно поэтому абсолютно пофигу, какую фракцию вы выберете на старте игры. Ровно как и не важно место расположения фракции на звездной карте. Вступите в какую-то корпорацию или сами создадите такую, смените место прописки. Поймете, чем нравится заниматься в игре, а следовательно и снова смените место прописки. Поэтому я совсем не понимаю длительные, чуть ли не часовые гайды с рассказами о плюсах и минусах фракций. Берите то, что вам нравится. И на этом точка. Реферальная ссылка с 1 миллионом СП в описании. Спасибо за внимание и до новых встреч!